Очевидно, что это технология, а сама технология прекрасна, нужно понимать цели, для чего ее использовать. И основная мысль, которая звучала в западных источниках, даже в весь кругом публикации в Гарбе, что краудсорсинг нужен для того, чтобы построить social organization. Social organization это своего рода виртуальное предприятие, куда можно делегировать конкретные генеральные задачи. Не то, что сейчас построила Московская мэрия, но, на мой взгляд, это классический пример social organization облачного предприятия. Основные принципы просто впадают до 100%. Что было понятно на пальце, что такое социальная организация, это когда social, или именно это облачное предприятие, это когда у вас есть структура реальная, сотрудники в зарплате, с иерархии и так далее. Есть рядом какая-то масса людей, которые могут относиться критически, могут быть даже недружелюбными или нейтрально относиться к вашей деятельности, но готовы вашу задачу с удовольствием решать. При этом уровень доверия между вами не обязательно высокий. Потому что вы отмечали, что в России уровень доверия к власти оставляет желать лучшего, но я скажу, что у нас уровень доверия власти, потому что горожанам тоже оставляет желать лучше, еще больше. И это не только в областей, во многом это только компания. Руководство считает, что они не случайно достигли таких высот, они специалисты, эксперты в данной области, и вот эти вот мнения с мест зачастую без понимания всяческих нюансов, их не очень сильно интересуют. Поэтому, когда Московская мэрия несколько лет назад уходила в эти вот все кронсорсовые проекты, естественно, была одна из целей вот этот вот варьер, если не сломать, по крайней мере, нивелировать. И я буду тем, чтобы мне удалось поучаствовать, чтобы вы понимали, это маленький кирпичик в том, что построила Московская мэрия, про него я постараюсь рассказать. Первый этап, который вы видите, это проведение вопросов жителей, анализовращения горожан в горжан под предложение, это большая подготовительная работа. При этом работа очень интересная, что с одной стороны задачка, которую нужно было диригировать массой, она должна быть массой интересной. С другой стороны, если масса предложит что-то, что администрация не готова реализовать на практике, это будет одноразовый проект. Как вы знаете, а не то, что все грибы съедобны, только некоторые можно есть всего один раз. Так как здесь, про консорсовый проект, который не будет реализован, никакие инициативы горожан, можно будет провести один раз, потому что вторых горожан уже найти путь невозможно. При этом, в рамках выделения актуальной задачи, родился очень красивый, мне кажется, пиарщик предложили, нам очень понравился тем, что главные эксперты по городу – это жители города. То есть не чиновники, а именно жители. И тут возникает, как вы знаете, классическая дилемма. Два эксперта, три мнения между собой, экспертом договориться, зачастую гораздо сложнее, чем экспертом с городоначальниками и наоборот. Недавно был форум «Открытых инноваций», там прозвучал интересный пример, когда… что? Урбан форум, да. Урбан форум, московский. Там прозвучал интересный пример про то, как косить траву в ворах. И там выяснилось, что кто-то считает, что траву надо вообще выжигать, кто-то считает, что хочет бегать, просить кого-то, что это сделать и так далее. Люди не могут между собой договориться. При этом какой-то части им нравится, как просит траву городская администрация, а какой-то части кажется, что это ее всю скосить. Это вообще страшная ошибка и так далее. То есть нужен какой-то механизм, который позволит людям найти, если не меньшее из улов, то ждет какой-то консенсус. Поэтому после того, как люди привлечены на проект, опять же нужно понимать, что в процессе привлечения каждый решает свою конкретную задачу. Люди обожают жалобы. И вот они прибегут, рассказывают про то, как им все плохо и им нравится. А жалобы, они неконструктивные. Из них нельзя построить решение. То есть это конкретный кейс конкретного человека. Вот ему с чем-то не повезло. Из него, чтобы построить системное решение, нужно это решение проработать. Главное, что даже это решение может решать конкретные задачи конкретного человека, а мешать соседу. Поэтому вот здесь все, собственно, таинство и происходит. Это кроссорсная платформа, которая специально заточена под коллективную работу. Специально сложный, достаточно трудоемкий с точки зрения создания математики и так далее инструмент, в котором, ну, как фотографии можно профессионально обрабатывать в фотошопе, так и коллективные задачи лучше решать на профессиональной платформе. Опять же, выбор платформы – это одна из задач, которая стоит перед администрацией, которая входит в этот процесс. Важно понимать, что никакая железка, никакой софт с самым чудесным, с самым прекрасным интерфейсом, с самым красивым великим. Нужна методология, чтобы было понятно, какие действия, зачем делать, чтобы на выходе получился качественный результат. Объясним, что такое качественный результат. Предложить гениальную идею – это у нас с любой раз. У нас страна советов, у нас каждый человек прибежит на китай каких-то идей, и как их реализовывать. Как только возникают рамки проекта, как только возникают ограничения, материальные, технические и так далее, люди теряют интерес. Им неинтересно думать, как расположить автобусную остановку с учетом всех правил и порядков, которые ей условили. Им интересно, чтобы автобусная остановка, потому что шаг будет доступен, когда его подъедут. Все. Дальше. Никто не хочет идею дорабатывать. Всем кажется, что идея гениальна, а идея ничего не стоит. Она летает в воздухе, это фикция, что она кому-то представляет интерес. Представляет интересно, кто не вкладывает деньги в идею. Кто не вкладывает деньги в стартапы, когда есть команда, когда есть четко проработанный концепт, когда есть какой-то план решений, кто это то, что есть финансовая модель, как реализовать на практике. И вот это вещи, которые нужно сделать в правилах проекта. И людям приходится в талон. В талон этих правилах крауд-проектов. Они делают это не один час, а несколько часов в день. У них меняется мировоззрение. Они становятся по-другому, относятся к этим задачам. И важная часть всех этих крауд-проектов – не только найти качественное решение, но и объяснить людям, почему власть до сих пор чего-то не сделала. И зачастую эта задача более сложной, чем просто найти конкретные бизнес-решения, бизнес-кейсы. Когда на выходе получаются какие-то концепты, нужно понимать, что здесь идет дикий отсек. То есть вот эти тысячи людей, которые приходят на проект, выживают сотни. Просто потому, что людям в таком режиме работать тяжело, интересно, сложно, но тяжело. Не каждый к этому как-то расположен. Еще раз повторюсь. Кидать идеи и работать на правилах проекта – это две разные задачи. Кидать идеи – здорово, у вас хорошая кариотичка. Но доработать в настроении концепта, сделать так, чтобы реализовала администрация – это сложная техническая задача. И вот, чтобы это легитимизировать, эти результаты, нужна дополнительная сервис, который есть в Москве, например, говорили, это активный гражданин – это система электронных референдов. Не обязательно должен быть активный гражданин с словом, айфонами и так далее, айпадами и так далее. Это может быть просто как система голосования, чтобы люди выбрали именно то, что им нужно. Например, у нас был проект, связанный с автобусными маршрутами. Получалось, что поразили автобусные маршруты, а против на работу. Москва – гипердинамично развивающийся город. Сегодня построили мониторациональный центр, завтра построили школу и поликлинику, а автобус туда не ходит просто потому, что там раньше стояло пусты. И вот нужно сделать связку между этим новым центром и, скажем, станцией метро. Кто про это может рассказать? Это люди, которые этим маршрутом, 30-мя пересадками ездят. Делается проект, в котором выбираются маршруты, и выясняется, что горожане хотят тысячи новых маршрутов. А администрация может сейчас реально сделать поскольку. И вот нужна такая система электронных перферендумов, которая выберет 8 самых востребованных машин. И люди сами выберут те, которые им нужны сегодня. А завтра они сделают еще после, через другой день. И когда люди работают в рамках понимания ограничений, с ними гораздо проще договориться. То есть пропадает вот это вот ощущение, что нам чего-то не додали. Появляется задача уже, что у нас есть ограниченные ресурсы, и нам нужно их вот самостоятельно эффективно использовать. Вот этот вот процесс лепитимизации, он хорош тем, что эта администрация может в рамках вот этого вот цикла протачивать то, что она собирается делать. Может в рамках этого цикла забрасывать свои идеи, что она собирается сделать, и смотреть на реакцию горожан. Если реакция горожан негативна, возможно, вот что не готова к этим решению. И, возможно, можно их пересмотреть. Зачастую появляется обратный свет, причем обратный свет как улучшится, так, чтобы было эффективнее. Есть классический пример. По-моему, Рексона делала деадоранты, и взялась в него, эксперты разработали деадоранты, потом кинули на краун. Посмотрите, как там можно сделать получше. Краунт вернул обратно, что-то где подправить, эксперты подправили другую обратно краунт, такой пин-пункт был на эскетерации, на выходе получились деадоранты, то есть два раза в день. Таким образом, эскетеродоранты, которые вышли на рынок, не было ни одного из тех, который зашел в изначально этот свет. Эта система работает как раз на том, чтобы улучшить существующий сервис, даже если он уже в голове администрации сформировался, и им кажется, что это очень хорошо. И, естественно, очень важный момент, после того, как все это реализовано, нужно проинформировать граждан, то есть граждане могут дать обратное связь на то, что они хотели, или называть старшим, но практически работает иначе. У меня здесь практический пример, где-то звучала фраза, что с экологией не очень хорошо, как это можно сделать по практике, изменить экологическую ситуацию в конкретном районе или городе. Но не так интересно обстоятельства и идеи рассматривать, когда у нас есть пример прям реальных проектов, которые уже прошли за последние годы. Поэтому я его промотаю, постановлюсь только подчеркну, что для успешной реализации такой инициативы в рамках города нужно три составляющих. Нужно выбрать профессиональную платформу или сделать самостоятельно. Нужно научить специалистов, как на этой платформе работать, и это не модераторы. Вот у Мата прозвучала фраза, что нужна косилитация. Отличие модерации к косилитации очень большое. Модератор следит за тем, чтобы люди не упали с Матом, не скатывались обсуждения флеймом, политики или просто каким-то скловком. Косилитатор, он работает согласно методологии. Ему важно всю эту толку и с УМТ-А, и с УМТ-Б. И с УМТ-А, это задача, и с УМТ-Б, четко сформированный концепт, который можно реализовать на практике. Вот как раз и при этом учат отдельные клиенты, специально обучат. Теперь практическое применение. Москва, на мой практике, единственная компания, компания в России, потому что это действительно компания, которая создала у себя в рамках Москвы Центр Компетенции по краудсорсу. Причем нам было очень-очень трудно работать с Москвой, потому что это первый клиент, который не просто смотрел, был заинтересован в результатах, не просто смотрел, как мы работаем, а хотел скопировать то, что мы делали, и потом полез внутрь, в нюансы, каждый миллиметр того, что мы делали на практике. Это была как работа под увеличительным стеклом. Если первый проект, мы провели сами, результаты понравились, то в втором проекте мои сотрудники сидели в Московской мере, мы, вообще-то не секундомерно, сотрудники уже в Московской мере, мы замеряли, что и как мы люди делали. Третий проект, мои люди уже обучили для новых сотрудников Московской мере, и они вели проект в моем же курии. Но как позволило Московской мере создать собственный центр компетенции, сейчас право-проекты они проводятся самостоятельно. При этом, я немножко горд тем, что они провели крупнейший право-проект в российской истории, это крупнейший государственный право-проект в мире. То есть, Московская поликлиника, более 56 тысяч человек приняли участие в этом проекте, чтобы вы понимали, вопросы с поликлиникой не более горячие сегодня в Москве. И платформа моя трещала по шам, потому что такой нагрузки мы даже не могли себе представить. Это пришло 50 тысяч человек и начали гиперактивную работу. Чтобы вам было понятно, когда приходило около 50 тысяч человек, у нас есть такая библиотека Машкова, это с 90-90-90-х годов человек собирает книги, выкладывает публичные. Это крупнейшее, старенькое, высшее аналоги библиотеки в России. Вот ее размер 4 гигабайт этих вот текстов за 50-50 период. На проект от Московской мэрии, где 5-7 тысяч человек принимало участие, они генерят за неделю такое количество контента. Вы можете себе представить, сколько контентов нас генерено в течение трехнедельного проекта в Московской поликлинике. Я смотрел, как работала их команда, просто депутатовался. Очень круто. И теперь немножко про проекты, которые проводила моя команда. Первый пилотный проект был как раз связан с нашим городом. Идея немножко рассказала, это место, куда можно, если у вас что-то сломано, сфотографировать, перед дверь там в подъезде сломана или скамейка, сфотографировать, достать фотографию в течение 8 дней все починно. У нас есть специфика жизни в России. Мы очень креативные. Поэтому, когда скамейка сломана, подсылает в московский наш город, наш город отсылает информацию от местных лицов, они в фотошопе к ней починят и по фотографиям по другому, где не видно, что она сломана, отсылают обратно, говорят, все починили. И с несколькими приходят новые запросы. Такой пинкоп может продолжать достаточно долго, потому что нету третийской сути, который скажет, что скамейка действительно сломана, или ее ломают каждый раз настолько ключи. Потому что есть еще и горожане с приветом, которые могут выходить потому что она не в фотошопе. Там кто-то курит и кричит Владимир Адам по ночам. Что происходит на практике? Московской мэрии нужен какой-то третийский судья, который не онгаживает систему включения в фотошопе и не живет в этом подъезде для того, чтобы ломать у него лет. Что делает Московская мэрия? Проводит граунд проект, одно из целей которого как раз-таки контролит этих фотоисполнителей. Там были интересные решения а-ля поставить видеокамеру в кабинете чиновника, здорово наблюдать. Но победило решение, которое ребята разработали в 80-ти хронический документ по волонтерской организации. Представьте, в деталях, кто может быть волонтером, как он должен работать, когда он начинает работать, как его мотивировать и так далее. Теперь волонтер идет на скамейке, у него как грабный приставочек мы знаем, что он идет на работу для меня, он сообщает на то, что у него скамейка сломана, получает какие-то бонусы, которые он может конвертировать потом в билет в кино или в парковку, и так далее. И он является политическим судьей, он на рекламе даже говорит, словом, не прощена скамейки. Это все на практике очень здорово. Действительно, я сам увидел, как московский мэр взял этот документ и спокойно прописал его прямо на тот момент, где он принесли. Это готовая организация, которая сейчас в большинстве несколько человек не работает. У меня буквально от класса, до последних учениц. Был проект, связанный с нашим госуслуг, это национальные центры, которые только открылись в Москве. Прелесть этого проекта, что это два проекта в одном. Один проект шел для сотрудников, а второй шел для клиентов. Причем сотрудники могли принимать участие в клиентском проекте. Как сейчас синергия. Люди рассказывали, что это там сломано. Сотрудники в режиме реального времени в субфиксии, просто потому, что ему было проще субфиксии, чем объяснять, почему он работает не так. На выходе получились решения, которые сразу же были реализованы. И по проекту, который я хотел дам внимание, наши маршруты, где в режиме реального времени люди пропадали вот эти вот как раз маршруты, автобусы. И после маршрута пошли сразу работать, на которой вы сделали новые маршруты, фотографии людей, которые предложили. представьте уровень, как и цепь гордости, которая спирала нарушения, которая предложила автобусный маршрут, который теперь едем по Москве, и у всех с моим друзьям знакомых это рассматривает. Резюмируя, хочу сказать, что цель подобных начинаний, это сознание идей этих сообществ. Женя, то, что вы ждете, что они у вас появятся, они у вас появятся в работах этого проекта. Они будут спортированы за счет тех людей, которые поверили в то, что этот инструмент работает. И эти идеи не сообщества, что в них появятся агенты клиента. Человек, который, физиономия которого превращает в автобус, он вынесет мозг всем окружающим, всем остальным, что этот инструмент позволяет ему запустить автобус в мире там, где он был. И, наверное, про будущее, вот, все думают, куда это будет развиваться. На мой взгляд, если классика, если вы построили облачную реквенцию в классической схеме, классическая схема в дальнейшем дюймиссаре область все задачи. А вам нужно просто сказать решение. То есть не вы будете выбирать, давайте я про библиотеку проведу проект, а люди будут говорить, мы хотим провести про лекции еще про библиотеки, а результат дадим вам, и вы, пожалуйста, это думаете. Спасибо. Спасибо большое.